Девушки отдыхают Это бонус, а я гомовер Сегодня мы выходим в эфир в десятый раз Мы склонны считать это событие своего рода юбилеем Оооо А тут как раз письмо Почему ваша программа от винта называется От винта Коля Николай Винт на компьютерном жаргоне Означает винчестер То есть встроенный магнитный диск А когда летчики говорят От винта это значит полетели А когда космонавты это означает поехали Видите сколько прекрасных Значений Но самое главное достоинство названия От винта в том что оно является Фонетическим полиндромом Это означает Что его можно произнести задом наперед И будет примерно то же самое От винта И наоборот От винта И наоборот От винта Видите Начать нашу сегодняшнюю передачу Хотелось бы с увлекательной игры Категории Экшен Райс оф дитрайет Раса Тройняшек Перевел Ну может быть мы где-то и напутали с переводом Но все равно непонятно При чем здесь тройняшки Как вы сами убедитесь Героев в этой игре пятеро Сюжет игры довольно незатейлив И вообще в ней много непонятного На некоем острове Венском море Какие-то неизвестные люди делают Неизвестно что И неизвестно зачем И почему Неведомая нам страна Высылает бригаду Каких-то солдат Для того чтобы выяснить Наконец хоть что-нибудь Десять из десяти Опрошенных игроков В триаду Сознались Что им неизвестно Какие идеалы Они отстаивают с оружием в руках Да это и не важно Характерная примета Нашего времени О достоинствах игры Можно сказать следующее Интерьер и пейзаж Выполнены очень хорошо А персонажи Прямо как живые Вас вооружили Очень качественными средствами Уничтожения себе подобных Полюбуйтесь действием Этого ручного гранатомета Некоторые из персонажей Способны проявлять Большую изворотливость И коварство Смотрите Вот этот солдат В зеленом плаще Убедившись что вы Не намерены с ним шутить Валится на колени И кричит Не стреляй Клянусь мамой Не стреляй Если вы его пощадите И повернетесь к нему спиной То он не замедлит Выпустить вас Всю обойму Специально для Rise of the Triad Мы в оценочную таблицу Аркадных игр Вводим такой критерий Как возможность Разрушения Посторонних предметов В этой категории Rise of the Triad Получает Три семерки Это очень много До этого здесь Лидировал Doom Где можно было Расстреливать Только бочки А в новой игре Вы можете Выместить свою злобу На большом количестве Неодушевленных предметов Даже на стенах Ваши пули Оставляют выщерблены Наши эксперты Утверждают Что при помощи Автомата Здесь можно написать То, что обычно Пишется в таких случаях В конце каждой миссии Вы встретитесь С одним из боссов Этого обитаемого острова Самыми колоритными Из них являются А. Генерал Дарьян Видимо, командует Войсками, защищающими Остров Это в основном Пехота Так что Дарьяна Можно считать Генералом От инфантерии Надо признать Что охрана острова Организована неплохо Солдаты дисциплинированы И обучены И сражаются До последней капли крови Б. Себастьян Крист Инвалид в механической коляске Судя по всему Является мозговым Центром острова И автором Всех хитроумных ловушек Которые во множестве Встречаются на нашем пути Необычайно опасен Виртуозно владеет Несколькими видами оружия Рекомендуем Обстреливать его ракетами С приличной дистанции Самоходная Модернизированная Бронированная Супер коляска Не мешает А помогает ему Быть весьма и весьма Впрочем Не всегда И наконец Эль Аскура Верховный правитель И жрец всего острова Идеолог И духовный наставник Людей его населяющих Судя по имени Иностранец Живет на самых Укрепленных уровнях Его охрана Состоит из монахов Обладающих Сверхчеловеческими Способностями Сражаться с ним Не просто Даже очень опытному Бойцу Найти путь В лабиринте Вам помогут Различные Топографические Географические И контурные Карты Помимо Солидного Арсенала Вы можете Воспользоваться Некоторыми Магическими Средствами Например Вы можете Превратиться В собачку Неведомой Породы И освободившись От условностей В волю Порезвиться Нам очень понравилось Веселое меню Если вы хотите Закончить игру Вам показывают Электрический стульчик И пишут Хотите выйти в ДОС Нажмите красную кнопку Название следующей игры Пишется как Киберия А произносится Как Сибирь Трудно сказать Какую категорию Она относится Здесь и квест И элемент аркадной игры И симулятор А в общем и целом Получилась Хорошая Настольная Игра Однако Все события Происходят Как водятся В будущем Авторы игры Указали Даже точное время Весна 2027 года Это Однако Через пять лет После глобального Экономического Кризиса 2022 года Но это Последняя цифра Выведена Нашими экспертами На основании Первой К тому времени Власть на земле Будет поделена Между криминальным Кортелем Это сокращенно крик С одной стороны И глобальным Демократическим Режимом Это сокращенно ГДР С другой стороны В свою очередь Вы контролируете Зака Ловкого хакера Втянутого в борьбу Между криком Зак попался На каких-то Темных делишках Сидеть бы его строгий Не вмешаясь В это дело Некто Уильям Однако Девлин Глава ГДР Хитроумный Девлин Предлагает Заключить вам сделки Вы отправитесь В Сибирь В самое сердце Крика Видите Вот видеоматериал Переданный Нашим агентом Из Сибири Однако Ничего не разобрать А нам в ГДР Нужна точная информация А вот этот С косичками Есть Девлин Ну чисто баба Однако Мужчин серьезный Обстоятельный Все вам рассказывает Как есть Честь по чести Да Путь в Сибирь Не близок Для начала Вы отправляетесь На Хуверкрафте В Северную Атлантику На базу инсургентов Девлиновских Дружков-захребетников Они Обещают Предоставить вам Боевой самолет ТФ-22 Однако Трансфайтер Но не все Оказалось Так просто Сказать Что вас Встретили на базе С распростертыми Объятиями Было бы Большим Преувеличением Хотя Хотя Вообще Для Сибири Это Не характер Однако Прибыли вы Значит На базу А тут Как раз Начался Воздушный Налет У них Там Это Часто И вот Девка Ему Значит Говорит Помоги Милок Отразить Супостата О Ну Он Как Побежит Да И в бой О Однако Бои Вот Вы Заметьте Вот Эти Машины Атакующие Базу Вот Они Похожи Но На Геликоптер Ми-24 Отечественного Производства Однако Понравился Он Бобит А его Виш Целует А это Сантос Командир Базы Видит Однако Такое Дело Ину Ревновать Сейчас Доклад Своим Подручным Для Темных Делишек А Проснулся Голубок Сейчас Ты у меня Запоешь Однако Бабита Он Полюбился Не на Шутку Пришла Его Виш Вручать Молодец Девка Но Однако Может Быть И По-другому Парень Говорит Не Нужна Ты Мне И Сантос Доволен Да Еще Однако Ему Подсунули Заминированный Самолет Но Вот Здесь Выясняется Что Герой Носит Вот Эти Вот Черные Очки Совсем Не Для Форсу В них Вмонтированы Кое-какие Приборы Позволяющие Вовремя Обнаружить Ловушки Разумеется Дельвин Не Такой Простак Чтобы Просто Так Отдать Вам Полностью Заправленный Кранстерайфер То есть Транскрайфер То есть Именно Вот В Сибирь А Не Куда Небудь Там Сами Понимаете На Острова Зеленого Мыса Управление Самолетом Происходит Автоматически А вы Должны Лишь Отражать Однако Атаки Многочисленных Врагов Воздушные Сражения Происходят Над морем И сушей Приятный Мелодичный Бабий Голос Автоматического Наводчика Любезно Сообщает О появлении Очередной Цели И вам Остается Только Получше Прицелиться Вот видишь Вот этот Порт Охраняется Флотилией Тяжелых Пушечных Крейсеров И Остребительная Авиация Здесь есть И пушечки А это Выходит Туннель Под Ла-Маншем Хитрость Хитрость Заключается В том Что здесь Много Топливозаправщиков Попадешь Хоть один И всем Конец Вот Вот например Миссия Полет на Зубровку Преступный Преступный Картель Устроил Авианолёт На Зубровку Вы должны Помочь Местным Стало быть Отразить его А еще Заправиться Топливом Ежели Прицел Украшен Желтым Это Враги А ежели Голубым То Это Свои Видите А вот В таких Домах По мнению Создатели Игры Живут Сибиряки Полет В Сибирь Будет Долгим И славным Но Вот Однако Вы уже В секретном Комплексе Мы Не станем Рассказывать Вам О том Что Делать Дальше Уграничимся Одним Замечанием У вас Тут Могут Возникнуть Кое-какие Проблемы Авторами Игры Не Предусмотрены Например Надо Будет Набрать Для Того Чтоб Секреты Узнать Слово Эйнштейн А Как Оно Пишется Не Вся Ки Знает Пейзажи Интерьеры В игре Просто Всяких Похвал Превыше И Достигает Качество Почти Что Кинематографического Ну вот и все До следующего Свидания Гейм Значит Оба В смысле Как Мезда